Укрлайф ТВ Укрлайф ТВ Укрлайф ТВ Укрлайф ТВ Укрлайф ТВ Укрлайф ТВ Мы видим практически везде рекордную инфляцию В США она составила 7%, в Европе 5%, в некоторых странах типа Эстонии, например, в декабре 12-2%, то есть даже больше, чем в Украине. Украина у нас 10%, но в целом такая тенденция, в общем-то мы видим ее и инфляция в принципе высокая и ждать пока что замедление ее пока, ну скажем так, под вопросом. С другой стороны, если так посмотреть на те вещи, которые случились за вот эти вот два месяца, два-два с половиной месяца, то есть две такие глобальные с моей точки зрения вещи. Первое это всплеск просто заболеваемости COVID, который практически в 6 раз больше, чем стандартные были заболеваемости в прошлом году. Потому что если в мире болело примерно там 500, ну заболевало примерно 500-700 тысяч человек в день по миру, то сейчас мы видим 3-3,5-4 миллиона в принципе в день заболевает. И соответственно именно вот эта заболеваемость, она уже влияет на мировую экономику, конечно, в сторону ее ослабления роста. То есть вот именно сейчас это чувствуется, да? Потому что ведь думали, что тогда же, у нас тогда были локдауны и все, сейчас как-то локдауны меньше становятся, а вот экономика получается реагирует на это. Ну смотря у кого где, потому что, например, в Европе же локдауны были жесткие, то есть, например, там Нидерланды, они там почти месяц были вообще в полном локдауне, они там с 19 декабря, то есть Германия выходила в локдаун, то есть Франция, допустим, сейчас до сих пор там 400 тысяч заболеваний в день, то есть, соответственно, это не может не влиять на экономику в целом. И, в принципе, результаты, в общем-то, четвертого квартала уже показывают замедление мировой экономики, потому что Китай вырос всего на 4%, хотя итоговый рост у них по итогам года был 8,1%. Китайская экономика выросла, американская экономика в четвертом квартале показала всего 1,7% роста, а итоговую погоду у них 5,7%. Ну а Европа, в принципе, вообще только 0,3%, четвертый квартал, то есть, фактически уже в нуле, и при этом у них по итогу года около 5%, скорее всего, рост будет. Ну там, в принципе, основной рост, в общем-то, за счет второго квартала, поскольку Европа и США, они очень сильно падали во втором квартале 2020 года, и, соответственно, у них были рекордные всплески, фактически, роста за счет того, что экономика во втором квартале 2021 года работала по сравнению с 2020 годом. И есть еще один фактор, это так называемая ставка ФРС, которая, в принципе, пока что еще не поднялась, но ожидаемо будет подниматься, говорят, ее даже несколько раз будут поднимать, скорее всего, в этом году, поскольку в США, в принципе, 7% инфляция, это рекорд 70-х годов, фактически, и, соответственно, явно регулятор американский склонен к тому, чтобы минимизировать эту инфляцию, привести ее к 2%, соответственно, скорее всего, в марте, это, по-моему, 16 марта будет у них новое совещание ФРС, и, скорее всего, ставку поднимут. И это, в общем-то, уже влияет на рынки, потому что, в принципе, за последний месяц мы уже видим, что рынок американской акции уже сдулся где-то примерно на 10-15%. То есть, в принципе, это, конечно, не обвал, но в целом это какая-то, пока, как по мне, управляемая коррекция. Я, в общем-то, в принципе, надеюсь, что, ну, то есть, ФРС будет нам вести, как бы, такую прогнозируемую политику, и, скорее всего, оцениваемую, чтобы не свалиться в кризис, вообще такой мировой финансовый, да, то есть, но, скорее всего, тоже можно, в принципе, будет ожидать, что ставка ФРС, ну, поднятие ее опять приведет еще к дальнейшему, в принципе, падению рынка акций американских, и, соответственно, ну, вероятность каких-то дефолтов, там, домохозяйства или, там, каких-то компаний, которые, в принципе, пытаются, там, спекулировать на этом рынке, в принципе, возможно, но пока что, исходя из этих вот двух таких вот сценариев, ну, то есть, вот этих двух, в принципе, основных тезисов, да, что вот COVID, в принципе, который сейчас и, собственно, поднятие ставки ФРС, он, в общем-то, для меня делает, скорее, что мировая экономика, скорее всего, будет расти медленнее, чем ожидалось в 2023 году, то есть, и для меня, в принципе, это некий признак того, что мировая экономика может перейти такие из инфляционного сценария, которые сейчас в сценарии, так называемой управляемой стабилизации, которую я, как бы, называл, то есть, я тогда раньше думал, что... То есть, это лучший сценарий? Да, я, в принципе, считаю, что это, в принципе, лучший сценарий, потому что, с одной стороны, нас ждет либо большая инфляция, либо обвал, да, то есть, мне кажется, что как раз, я просто думал, что, вот, когда мы тогда общались в прошлый раз, да, что я все-таки думал, что придется там собирать какой-нибудь G20 и тому подобное, но, в принципе, те процессы, которые сейчас идут, и, в принципе, COVID, в общем-то, в какой-то степени, ну, самостоятельно замедляет, в общем-то, мировую экономику, и, соответственно, оно оказывает некие такие сглаживающие процессы. На инфляционные процессы? Ну, и на инфляционные в том числе, то есть, потому что это, в принципе, ожидание, да, в принципе, сейчас, помните, я говорил, что нефть может там к концу февраля быть типа 120 долларов, в принципе, нефть выросла, ну, а сейчас она где-то около 90, но все равно это более-менее, ну, такой вот диапазон, не очень большой, в общем-то, и, соответственно, именно вот поведение, то есть, потому что, в принципе, инфляция, в общем-то, вызвана, ну, взрывом, скажем так, на рынке энергоресурсов. У нас в Украине, как раз именно, вот, официально то, что Укрстат выдал, это энергетическая инфляция составила 267% в год. За прошлый год? Да, за прошлый год, именно энергетическая инфляция, и, соответственно, это именно все вылилось в огромный рост цен производителей. У нас в декабре-декабрю промышленная инфляция 62%, то есть, это вот то, что 10% потребительская, у нас 62% промышленная инфляция, и, соответственно, это, ну, все приводит к негативным ожиданиям, но... А вот, Даниил, извините, а вот в мире тоже промышленная инфляция сильно выросла, отличается? Ну, она где-то около 10% в мире. Ну, то есть, несопоставимо с украинской инфляцией? Да, ну, просто, просто, смотрите, ну, если ты производишь товары с высокой добавленной стоимостью, то там энергии не так много, в принципе, да, то есть, у нас же, если мы продаем там руду, которая сильно энергетический товар, то есть, требует много энергии для того, чтобы его произвести, да, продовольствие в некой степени там, конечно, меньше зависит от этого, но в целом тоже требует некие энергоресурсы, да, там, топливо и так далее. И у нас все-таки товары, которые мы продаем за границу, они все-таки с меньше добавленной стоимостью, и, соответственно, влияние именно энергетики гораздо больше на наш рынок воздействует, чем других. То есть, если ты продаешь какой-нибудь там айфон, то, ну, то есть, там добавленная стоимость намного выше по сравнению с энергией, которая затрачена на его производство, или там автомобиль, например, да, там. То есть, понятное дело, что там комплектующий типа сталь там и прочее, то есть, идет, но в целом в Америке около 10% в принципе промышленная инфляция, то есть, ну, да, сильно достаточно подражали перевозки, это тоже как бы влияет на глобальную инфляцию, но в целом она все-таки сравнительно не такая большая, как у нас в Украине, и, соответственно, вот такое поведение нефти, в принципе, газ сейчас тоже сравнительно немножко подупал, то есть, вот я сегодня смотрел около там 950 долларов, в принципе, газ по сравнению там с пиками, там 1800 было же, да, вообще, то в целом, если, допустим, газ еще пойдет вниз, там, допустим, опустится хотя бы до 600, то в целом это уже будет способствовать некой степени уравновешиванию энергетики, и, соответственно, это будет минимизировать инфляцию мировую в 2022 году, то есть, она будет постепенно убывать, и, в принципе, это как раз вот тот сценарий, который, в общем-то, сможет вывести мировую экономику вот в такой вот сценарий управляемой стабилизации. Хотя, все-таки процессы идут, в общем-то, до сих пор, и что мы, в принципе, еще видим в мировой экономике, да, то есть, в принципе, ослабление евро. Ну, в принципе, оно было ожидаемым, то есть, оно уже в прошлом году евро, в общем-то, где-то с 1.20 ослабло до 1.12, сейчас евро уже 1.10, а 1.11 примерно, да, и я вижу, что поскольку Европейский Центробанк, похоже, не собирается поднимать свою учетную ставку и оставить около нуля, а американцы, наоборот, в общем-то, стремятся бороться с инфляцией, соответственно, я для себя вижу, что скорее всего, ну, то есть, я, во-первых, не рекомендую покупать евро и хранить лучше в долларах все-таки свои сбережения, потому что, я думаю, что, скорее всего, евро может ослабнуть по отношению к доллару до где-то 1.08 вполне прогнозируемо. Ну, и, соответственно, лучше сейчас держать, в принципе, сбережения в долларах, поскольку они, в принципе, то есть, вот это укрепление ставки ФРС, в общем-то, будет способствовать более крепкому доллару. Даниил, а ведь еще в прошлом году казалось, что именно доллар подпросил по отношению к евро. Ну, это был период, аж почти начало года, это практически вот был где-то конец 20-го, начало 21-го. Вот, да, тогда пики были, по-моему, 1.23-1.25, а сейчас, в принципе, он 1.11, и в целом тенденция, мне кажется, что как раз только к укреплению, в принципе, доллара, и, соответственно, ну, то есть, европейская экономика, в принципе, она же, ну, мы видим, что вот у них 0.3% роста, то есть, это фактически худший рост уже, то есть, соответственно, у них не решены проблемы, как бы, с энергетикой, то есть, я, то есть, локдауны, в принципе, достаточно, как бы, серьезно могут влиять, хотя вот все-таки, что нужно отметить еще, что все-таки, я считаю, что, наверное, 23-й год будет таким вот борьбом, борьбой, вот, там, противников вакцинации или, там, или вот этих масок и ограничений, и сторонников, скажем так, чтобы это оставить. Просто вот сейчас мы уже видим, что, в принципе, началась тенденция снятия ограничений. Причем сами государства. Да, государства, то есть, это Великобритания, Дания, в принципе, насколько я слышал уже про Диэстонию тоже, по-моему, в принципе, пытаются вообще снять масочные режимы. То есть, в принципе, это положительно вообще, ну, в глобальном смысле, что мы, возможно, можем уйти от этого, ну, постоянного, скажем так, некомфорта, да, связанного с масочными ограничениями или, там, и все-таки мир выйдет опять в какой-то, там, более свободный режим. Но я практически уверен, что это не будет везде в мире. Ну, вот я там консультировался с одним человеком, и мне, например, озвучили, что, скорее всего, Франция, Германия, Италия, Австрия будут, скорее всего, продолжать жесткие ограничения по сертификации COVID. Ну, там, Германия... А почему? Вы связываете это с какими-то другими причинами? Ну, мне кажется, что Германия, понятно, потому что, насколько мне известно, Германия является одним из производителей Файзера, и, в принципе, для них это экономически выгодно, ну, фактически держать, ну, там, продолжать эту тему вакцинации, поскольку они на этом зарабатывают, да, то есть Франция, ну, мне кажется, что там на выборах Макрона, который вот будет в этом году, они... Вот Макрон просто поставил, как бы, похоже, свою предвыборную кампанию как раз на вот этой вот теме вакцинации. Кто, типа, не вакцинирован, тот не с нами, и он хочет именно вот эту карту разыгрывать. И, соответственно, я так думаю, что Франция точно так же будет, тем более, что у них, в принципе, там, до сих пор просто огромнейшее, ну, что такое вот 400 тысяч населения, это же 0,5% населения в день заболевает, да, в принципе, смертность, очевидно, в принципе, маленькая, да, то есть я, как бы, для себя вижу, что, в принципе, с моей точки зрения смертность сейчас уходит, типа, на уровень гриппа, как по мне стандартного, поэтому я все-таки надеюсь, что вся вот эта вот эпопея, эпопея с ковидом, если, конечно, не появится какой-то там новый штамп, который опять будет влиять, ну, и будет иметь повышенную смертность, надеюсь, что она все-таки будет постепенно уходить, хотя я практически прогнозирую как раз борьбу стран и правительствам, одни будут пытаться делать свободу, другие, в принципе, продолжают делать запрет. Так, ну, давайте, наверное, да. Вот если мы перенесемся в Украину, да, и посмотрим, как вот работают ваши прогнозы, вот этот инфляционный сценарий, он тоже для Украины актуален по-прежнему, что тут будет? Я думаю, что Украина как раз вообще четко вот сейчас развивается по инфляционному сценарию, потому что у нас вообще предприятия просто стонут, ну, реально стонут от цен на газ, потому что, ну, зимой просто период, когда нужно отапливать не только жилые помещения, а отапливать необходимо производственное помещение, там, офисы и прочее, да. И когда мне один бизнесмен говорит, я вот за месяц раньше тратил там 80 тысяч гривен на отопление, а сейчас 500 тысяч. 500 тысяч? Да, то есть это же, ну, это же по факту выливается, а, стоимость аренды офисов просто 100% вырастет, да, у нас плюс, в принципе, нефть высокая, да, то есть, соответственно, растет цена на, там, топливо, фактически, бензин и так далее, да, то есть, вообще есть случаи, насколько я слышал, чтобы люди так экономят, что, ну, или не, ну, то есть, понимают такие огромные платежи, что, ну, то есть некоторые офисы держали там до середины декабря просто в неотапливом положении, или, допустим, там на январьские праздники тоже отправляли просто в, как бы, типа домой, да, то есть, чтобы тоже экономить, в принципе, на отоплении. И, соответственно, то есть, и малый бизнес очень сильно сейчас, как по мне, страдает от этого, потому что у них, ну, вот если так подумать, поднялись, в принципе, минимальная зарплата поднялась, и, соответственно, у них платежи по ЕСВ и, в принципе, по единому налогу, в общем-то, поднялись сразу автоматически, да. Второе, им, в принципе, сейчас вот эта тотальная, типа, реализация, и насаждают, как бы, дополнительные админ затраты в целом, ну, и 100% у них же, на них же тоже влияет эта же вот вся вот эта вот тема, связанная с отоплением, с арендами помещений каких-то, и, соответственно, они же все тоже под гнетом вот этих вот, ну, фактически энергетической инфляции, которая, в принципе, стимулирует, в общем-то, эти дополнительные расходы, и при этом, ну, платежоспособный спрос, ну, он все-таки далеко не хорошо растет так же, и, соответственно, это в целом вынуждает бизнесы закрываться, в принципе. Вообще, по статистике, которую я вижу, у нас в 2021 году закрылось 200 тысяч ФОПов, и это очень плохая тенденция. Более того, я вижу, что у нас количество переводов из-за границы в Украину просто зашкаливает, то есть, фактически, у нас в 20-м... Из Украины? То есть, вывод денег? Нет, ну, это, правда, еще отдельно, в Украину, в Зарабетчане, вот у нас в 20-м году был 11,7 миллиардов переводов в Зарабетчан в Украину, да, так вот он за год, 21-й, при том, что вроде как там же там локдауны были, там не пускали куда-то там, да, так он вырос до 15 миллиардов долларов. То есть, фактически, на 20% выросли переводы в Украину за год. То есть, это значит, что люди еще больше... Так в том-то и дело, да, то есть, вот это же четкий, четкий, как бы, показатель, что люди просто уезжают из страны и работают там, ну, и помогают, в принципе, тем, кто здесь выживает, скажем так, да. И, то есть, то, что как бы точно негативно и то, что вот именно как раз касательно ноября-декабря касается, я думаю, что, кстати, января тоже, просто пока еще статистики нету, но в целом тоже можно, наверное, об этом говорить. То есть, очень сильно, в общем-то, увеличился отток капитала из Украины, вывод прибыли из Украины. Фактически... С чем вы это связываете? Ну, вот, что мы имеем? Вот у нас экспорт вырос где-то примерно там за один год, где-то с 50, по-моему, 9 миллиардов в 20-м году он был, до 82 примерно миллиардов, то есть, это где-то примерно на 23 миллиарда он вырос, при этом отток капитала вырос с 8,6 миллиардов до 19,1. То есть, фактически на 10,5 миллиардов долларов за один год вырос отток капитала. Я лично связываю это, в принципе, с негативным бизнес-климатом и негативной налоговой и вообще экономической политикой. Более того, очень показательно, вот, если вы помните, в конце прошлого года был такой жесткий наезд на Ахметова, там, слуги народа, там, петиции писали, там, и так далее. Ну, там какие-то глобальные обращения. А по факту, что мы видим, в принципе, только за декабрь у нас так называемый реинвести... Ну, то есть, увеличился вывод капитала от того прогноза, который я имел где-то на где-то 500 миллионов долларов. То есть, он еще ускорился, скажем так. И плюс у нас были, типа, реинвестиции, примерно полтора миллиарда, то, что вывели, типа, заводили. Так у нас там еще реинвестиции минус полтора миллиарда долларов только за декабрь. И, соответственно, ну, фактически, вот мы на конец года, я, например, прогнозировал, что у нас в международной резерве будут 32 миллиарда долларов, а они где-то там, ну, практически 31. То есть, фактически, мы вот один миллиард точно потеряли вот на вот этом вот наезде на крупный бизнес. Ну, то есть, фактически, мы видим ситуацию, что, ну, крупный бизнес в подвешенном состоянии, и они предпочитают просто держать деньги за границей, не инвестируя в текущий момент сюда. Ну, а малый бизнес, в принципе, просто голосует ногами. То есть, и, соответственно, просто уезжает, пытаясь найти где-то это. Тем более, что вот эти вот ковидные ограничения, которые, ну, наш министр здравоохранения вводит, и до сих пор, в принципе, они действуют, да, которые, ну, очевидно, в принципе, нарушаются поголовно. Более того, ну, вот то, что я сейчас слышу, скажем так, с рынка, да, то, что, ну, вот эта вот так называемая всеобщая реализация, которую, вроде как, там, запланировали, и должна работать уже всем-все там на кассовых аппаратах или программных РРО, там, с начала этого года. Ну, то есть, это явно не соблюдается просто поголовным. Более того, мне говорят, что даже в ресторанах просят кэшем рассчитываться, и даже скидку могут дать. То есть, соответственно, ну, то есть, очевидно, что малый бизнес в таком настолько плохом состоянии, что они, либо им закрыться, либо работать в кэше, фактически. То есть, у них прибыльности просто нет. Или она отрицательная, или слишком низкая. И это очень негативно, в принципе, ну, по сути. И, ну, то есть, какие перспективы в этом направлении. Ну, то есть, вот сейчас вот, ну, фактически мы тоже видим, да, там, ну, огромную заболеваемость в Украине ковида. То есть, да, вот официальная статистика говорит про 30-40 тысяч в день, но мы все, как бы так, для себя, видя там, по знакомым и кто болеет. Вот я тоже, в принципе, вот как раз две недели назад, в принципе, переболел ковидом. И у меня дети все переболели ковидом. Ну, я думаю, что это тоже ковид. То есть, соответственно, я просто понимаю, что заболеваемость раз в 5, наверное, больше. То есть, соответственно, это же тоже, в принципе, влияет на и покупательную активность населения, да, и на все вот эти процессы, связанные с торможением, в принципе, экономики. Ну, единственное, что вот радует техникущей ситуации, что, наконец, вот эта истерия по поводу вакцинации и вот требования вот обязательно вакцинироваться, иначе мы вас не допустим к работе, да, то, что вот было сильно слышно вот в ноябре особенно, да, там, в декабре уже меньше, скажем так, да, сейчас вот это вот вообще я не слышу. Ну, по крайней мере, то есть, просто, ну, уже сейчас уже очевидно, что вакцинация никак не влияет на этот микрон. Ну, может быть, там частично как-то влияет на прохождение ее болезни, но в целом болеют все. Более того, уже депутаты, собственно, даже закрылись сейчас фактически, да, там, на карантин, потому что много заболевших, в общем-то, депутатов. Ну, вообще-то они официально работают в комитетах, так они вроде как не закрылись, но они изменили несколько график работы. Да, 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 ну, то есть, в принципе, просто, ну, то есть, просто они же комитеты могут проводить онлайн, поэтому это позволяет, в общем-то, да, какую-то деятельность, в принципе, вести. Но в целом, если мы так посмотрим, то это, в общем-то, такие накладывают плохие ограничения, и, но, вот, давайте я еще немножко так, просто тут Национальный банк выдал свой прогноз такой, который я бы тоже хотел немножко обсудить, потому что Национальный банк у нас... Оптимистичный прогноз, между прочим. Да, он такой просто, он такой просто настолько оптимистичный, что я аж, ну, у меня такое закладывается впечатление, где они взяли столько много травы, потому что, потому что, ну, если в четвертом квартале они прогнозируют рост украинской экономики 5%, в четвертом квартале этого года? 21-го, 21-го года, который прошел, они прогнозируют 5%, ну, в принципе, там хотя бы есть некое обоснование этого, потому что Украина в целом в 21-м году получила рекордный урожай зерновых, а в 20-м году был небольшой неурожай еще, поскольку там была засуха там в южных районах, и, в принципе, урожайность выросла там где-то с 64-х до 80-ти, там, по-моему, 1-миллион тонн. И, соответственно, в принципе, это в какой-то степени может там действительно говорить о росте именно в четвертом квартале, хотя мне кажется, что вся остальная экономика, судя по тем графикам, которые я вижу, ну, вряд ли выросла на 0-1%, ну, вот по моим как бы ощущениям. Может быть, именно зерновые такие вытянут, потому что вот мы делали прогноз на 21-й год итоговый, у нас вообще типа 2%, но НБУ сейчас изменил итоговый 21-й год на 3%, ну, посмотрим, в принципе, там аж будет в конце марта, в общем-то, ну, итоговый результат Украста отозвучит, посмотрим, какой будет, но просто Национальный банк для себя нарисовал, что у нас в первом и втором квартале будет рост экономики 5-6%, и я для себя вообще пока не вижу. Ну, то есть мне почему-то кажется, что у нас будет жуткий провал в первом и втором квартале, по крайней мере, то, как сейчас это развивается, то я скорее больше вижу там 0-1% чем, чем, ну, вот такие типа рекордные росты там, ну, то есть, которые меня просто, честно говоря, удивляют. А они чем-то это объясняли, какие-то моменты? Не, ну, в том-то и дело, что я прочитал инфляционный отчет, у них именно вот по четвертому кварталу, да, есть некое объяснение, как раз вот связанное там о первом и втором квартале, это их какая-то оценка такая странная, если честно, мне кажется. Но в целом, давайте немножко еще по курсу поговорим. Да, потому что, потому что действительно вот в этом месяце, ну, скорее в прошлом январе, да, наблюдались просто такие панические, в принципе, настроения, связанные там и с нагнетанием военных действий, но в целом то, что я как бы вижу, да, экономически, да, там, какие, в принципе, были причины. То есть в первую очередь это, конечно, вывод иностранцев из наших облигаций ценных бумаг, но это, в принципе, спекулятивный капитал, он, в общем-то, на фоне особенно нагнетания этой истерии в западных СМИ, они, в общем-то, вышли примерно на 10-11 миллиардов гривен, то есть фактически это где-то минус 300-400 миллионов долларов, хотя Национальный банк продал за январь полтора миллиарда долларов из резервов фактически, причем за последнюю неделю января на 750 миллионов долларов фактически, вот когда курс там почти до 29 уже залетел, да, то есть они, в общем-то, активно продавали, но тогда, конечно, была сильная, в общем, паника населения, но мне кажется, что все-таки тут еще точно так же влияет вот этот вот конфликт с крупным бизнесом, ну, будет посмотреть потом статистику, но я почему-то предполагаю, что, скорее всего, отток инвестиций и вообще вывод капитала, скорее всего, тоже в январе был высоким, и именно это тоже одна из причин, почему, собственно, гривна проседала. Ну, в целом, вот сейчас для себя я достаточно оптимистичен по ожиданиям, как бы по гривне, да, то есть, во-первых, вот на этой неделе уже Национальный банк там понедельник-вторник, они, в общем-то, выкупили в резервы в обратную сторону уже 200 миллионов долларов, то есть, фактически, тренд пошел, ну, то есть, в обратную сторону, да, он там сейчас типа колеблется, но в целом, я для себя как бы вижу, что мне кажется, что пик вот этой вот истерии прошел, и в целом, ну, вот, как бы агрессия, которая, возможно, была, она тоже, мне кажется, сейчас отложена, по крайней мере, там, на пару месяцев точно. А если подогреется, отреагирует вот курс на это или нет, с вашей точки зрения? Ну, тут же, мне кажется, что тут больше все зависит от населения, просто тут, ну, как оно будет вести. Я думаю, что пока что, ну, уже, наверное, вот, волк, 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 уже такое сказали, уже население отреагировало и уже скупило там какую-то часть валюты. В принципе, на самом деле, это не настолько много они скупили, ну, то есть вообще трат, потому что, если мы посмотрим, то вот на два года назад, когда был вот начало коронакризиса, тогда же в марте 2020 года Национальный банк потратил аж 2 миллиарда долларов резервов, то есть сейчас вот полтора, в принципе, он потратил, и, то есть, тогда была большая, в принципе, скупка валюты и больше тоже проседания курса. То есть, в принципе, это стандартная, как бы, позиция населения, да, вот в такой вот нагнетании, там, каких-то непредвиденных последствий, они, в принципе, закупаются долларами. Поэтому в данном случае я считаю, что Национальный банк, в общем-то, действовал адекватно, то есть хорошо гасил панику. Сейчас он пытается немножко, ну, как бы, отыграть эту панику себе, то есть пополнить резервы, в принципе, нормально, в общем-то, действует. Единственное, что, возможно, иногда слишком много скупал и удерживает, в принципе, курс, ну, сейчас вот там где-то 28-3 примерно было, там, по крайней мере, вчера, да. Но в любом случае уже виден, что стабилизация, в принципе, курса есть, и я вообще для себя, для себя, да, по курсу скорее вижу, ну, такой смелый прогноз делаю, что к апрелю он может быть 27. Ух ты! По крайней мере, я так для себя вижу. Ну, то есть, почему, в принципе, такое может быть, да? Это интересно. То есть, ну, первое, да, во-первых, у нас достаточно высокие цены на продовольствие сейчас остаются до сих пор, и... Ну, вряд ли они уже, наверное, упадут. Да, и более того, вот сейчас вот с учетом того, что мы видим, что нефть высокая, то есть, и, соответственно, посевная будет высокая, посевная будет, в принципе, под большим ценам по энергоресурсам, удобрения 100% будут дорогими, потому что газ слишком дорогой, и, там, вообще, купили они все или нет, еще тоже под вопросом, да? То есть, соответственно, падать продовольствию я, как бы, не вижу причин вообще, да? То есть, скорее всего, продовольствие будет высокое. Ну, и в Европе, вот я вчера читала статистика тоже очень такая большая, цены на продукты растут очень сильно. Плюс второе, руда, в принципе, вот за первый месяц, в январе, она, в общем-то, тоже где-то на 25% выросла в цене, то есть, тоже с ростом, в принципе, энергоресурсов или ожиданий, в общем-то, цена на руду растет. Соответственно, вот наши две позиции, в принципе, такие вот базовые по экспорту, в общем-то, они в тренде повышения. Соответственно, это, в общем-то, дает надежду, что экспортная выручка будет поступать достаточно хорошая. Что касается других факторов, то газ, например, да? Вот у нас в хранилищах на начало февраля было 11,2 миллиарда кубов газа. И я посмотрел статистику, в общем-то, у нас за декабрь и январь уменьшение запасов было примерно на 2,5 миллиарда кубов в месяц. То есть, соответственно, вот сейчас, в принципе, не, опять, не холодный, в общем-то, февраль, и там ближайший тоже прогноз, в общем-то, тоже около нуля, да? И, соответственно, с большой вероятностью газа, в общем-то, хватит. Поскольку я как бы прогнозирую, что на конец февраля будет где-то 8,5-9 миллиардов кубов газа в хранилищах. Соответственно, в принципе, нафтогазу, в общем-то, можно не покупать газ вообще сейчас или даже до конца, в общем-то, текущего сезона. И, соответственно, это, в общем-то, ну, я не думаю, что они будут покупать вот по 950 долларов. Ну, может быть, совсем немного, но в целом это тоже, в общем-то, в текущей перспективе положительно будет влиять на гривну, да? Плюс, что еще? Так, мысль немножко вылетела. Ну, ладно, давайте. Давайте пойдем немножко дальше, потому что и так вот неожиданный такой ваш прогноз, что все-таки к апрелю 27. И это каким-то образом отразится на инфляцию тогда, как это в ближайшее время можем? Ну, в принципе, да, смотрите, то есть инфляция, если курс, конечно, пойдет вниз, это, естественно, будет немножко это. Но все-таки я не могу сказать, что я такой сильно позитивный именно по более дальней перспективе, потому что, ну, допустим, сентябрь, ну, в принципе, отопительный следующий сезон. Ну, то есть, как я вот для себя мыслю, да, смотрите, у нас, допустим, газа в этом текущем сезоне хватит, там, 8-9 миллиардов кубов останется в хранилищах. В принципе, когда нету отопительного сезона, у нас в хранилище, там, ну, то есть от собственной добычи примерно 1 миллиард кубов, там, в месяц, собственно, добыча может накапливаться резервы, да. То есть, соответственно, там, за, ну, там, к отопительному сезону следующему я, как бы, вижу, что, скорее всего, там, 14 миллиардов кубов будет. Но, в принципе, это малые, ну, малые запасы. То есть, я думаю, что необходимо будет иметь минимум где-то 18, наверное, миллиардов кубов. Соответственно, ну, нафтогазу в любом случае придется закупать, там, 3-5 миллиардов кубов газа, да. То есть, и здесь вопрос, когда он это будет делать и по каким ценам. То есть, они, конечно, там будут ждать как минимум 600 долларов, я так думаю, чтобы закупать. Но сколько я слышал, что там, возможно, сейчас какие-то есть переговоры, чтобы через Польшу американский спотовый газ, в принципе, попробовать закупать вместо российского. Я не знаю, насколько это, как бы, реально и какие там объемы могут быть. Но, в целом, то есть, я для себя, как бы, понимаю, что вот только вот нафтогаз начнет закупать газ. Ну, я просто для себя вижу, что, скорее всего, они будут ждать, ну, приемлемых цен. Но это, скорее всего, лето или, там, конец лета, конец, ну, лето, да. Да, что нужно будет такие делать, эти закупки. И тогда как раз вот цена может пойти, ну, то есть, курс, в принципе, может пойти вверх, потому что закупка, там, 4, ну, допустим, да, миллиардов кубов по цене, там, допустим, 600 долларов, это уже плюс 2,5 миллиарда долларов только дополнительных трат. И, соответственно, я вот как раз к сентябрю вполне могу видеть достаточно высокий курс гривны. Например? Ну, там, 30, может быть, вполне, в принципе. Ну, то есть, вот я скорее вот, ну, вот я же говорю, что я вот... Ну, основываясь на каких-то... То есть, для себя, как бы, так вижу, что, скорее всего, апрель это будет более-менее, ну, там, может быть, до начала лета более-менее укрепление. А потом, когда придется закупать на следующий отопительный сезон, ну, это надо же делать заранее, и, соответственно, да, скорее всего, курс может пойти вверх, тем более, что в сентябре еще у нас какие-то выплаты будут внешне. И, соответственно, ну, то есть, это тоже, в принципе, в какой-то степени у нас обычно в сентябре, в принципе, такой, там, ну, чаще всего какие-то всплески, в принципе, по курсу, да, идут. Но, если говорить про экономику в целом Украины, то, к сожалению, ну, у нас базовый прогноз был, там, 1,7% всего лишь роста. Я пока что его таким, наверное, оставлю. То есть, что экономика... На этот год? Да, на этот год, что у нас будет низкий рост экономики. Инфляция, скорее всего, будет больше 10%. Ну, по крайней мере, для себя я вижу, ну, 10 или 10% минимум, скорее всего, будет инфляция. Потому что продовольствие, я практически уверен, будет подорожать. Но с ценами на газ мы еще посмотрим. Я очень надеюсь, что Зеленский не будет выполнять меморандум с МВФ, в котором зафиксировано, что уже с мая нафтогаз должен отгружать на рынок 50% газа по рыночной цене. А это означает, что если такое произойдет, то у нас может автоматически промышленность для себя скупить сравнительно дешевый газ. И тогда вопрос, как бы там с отопительным сезоном станет еще более сложнее. И более того, они же обязались вообще не регулировать для домохозяйства газ по населению. А это, простите, может вызвать просто взрыв социальный. Потому что, что такое 40 тысяч, допустим, гривен, цена для населения, это просто катастрофа. Ну, с моей точки зрения, это просто катастрофа будет. И поэтому я уверен, что Зеленский на это не пойдет. Можно тут на секундочку небольшое уточнение? Вот вы сказали, что вы надеетесь, что Зеленский не будет выполнять меморандум с МВФ. Но вот НБУ недавно опубликовало такое неожиданное заявление, что Украина утратила возможность занимать на внешних рынках. Я так понимаю, это связано с процентной ставкой, под которую можно занимать. Вот я говорила с Андерсом Асландом, советским экономистом. Он сказал, что когда в прошлый раз это случилось с Украиной, то на самом деле этот период был достаточно долгим и длился 5 лет, начиная с 2011 года. А если Украина утратила возможность делать такие заимствования, то кто кроме МВФ в таком случае придет и принесет нам эти деньги? Вот тут вот как-то все по-другому. Вот тут как раз очень, вот как раз вот этот наш кризис военный, да, очень благоприятно в этом смысле повлиял на Украину. Да, временно. Давайте об этом поподробнее. Да, вот временно, временно, действительно, наши облигации крайне сильно просели в цене. И там, ну, типа, так называемый уровень доходности там вскочил до 20%, фактически, еврооблигации. Но просто в этом году, в принципе, у нас самые низкие выплаты сравнительно. То есть Минфину надо отдать всего лишь 2,5 миллиарда тела в этом году. Это в прошлом году мы 3,3 отдавали, а в 20-м у нас там вообще 5 с чем-то миллиардов нужно было отдать. Поэтому, в принципе, год у Минфина в этом смысле легкий. Но вы просто посмотрите, на фоне вот таких военных действий, да, ЕС нам пообещали 1,2 миллиарда долларов или евро, по-моему, макро-типу помощи. Канада уже вроде 120 миллионов законтрактовала. Вот Борис Джонсон, вот как раз приехал, вроде они там вообще 2 миллиарда фунтов, а это 2,7 миллиарда долларов, фактически, нам готовы предоставить макрофинансовую помощь. Ну, там, или кредит. Ну, фактически, это кредиты, только обычно правительственная помощь, она идет даже дешевле МВФ. То есть она идет где-то примерно по ставке 1-2%, то есть причем часто это длинные сроки погашения. И, соответственно, потому что МВФ, в принципе, там, ну, он же ждает, там, вот, например, вот мы в 20-м году получили кредит МВФ. У нас уже транши по отдаче, они уже идут, ну, начиная с 22-го года, в принципе, уже начинаются, в принципе. То есть они там, ну, график разбивают, то есть, в принципе, они сравнительно не такие длинные транши МВФ, в принципе. То есть тело уже надо будет возвращать, вот, уже через 2 года, ну, там, разбиты, то есть, фактически, если, допустим, взяли, там, допустим, 2 миллиарда, они там, там, на 2-3 года, например, растягивают, там, допустим, по 500 миллионов, например, там нужно отдавать в год, да. То есть, но, в целом, вот именно вот, как раз вот такая помощь партнеров, скажем так, реальных партнеров Украины, типа Великобритании, там, Канады, ну, ЕС там под вопросом, ну, в принципе, они тоже были готовы такую минимальную помощь дать. То есть я считаю, что он, в принципе, уже сейчас, ну, вот такая позиция перекрывает необходимость в валюте и вообще работы с МВФом в этом году. И, соответственно, вот такая позиция, в общем-то, позволяет Украине чувствовать себя как раз с точки зрения, там, текущей политики более самостоятельным и меньше обращать на вот просто жесточайшие требования. Хотя, мне кажется, что если даже европейские страны уже идут на позицию, что они доплачивают населению или как-то компенсируют населению, ну, расходы по газу текущие, ну, там, с рекордными этими стоимостями, то уже Украине там договориться, ну, с МВФом по этому вопросу, чтобы тоже как-то отложить эти вещи, мне кажется, что, ну, это вполне реально, ну, мне кажется, что это даже адекватно в текущей ситуации, тем более, что МВФ же тоже там заинтересован, что там инфляцию, там надо до 5% снижать, а, простите, если мы газ, у нас будет это, у нас сразу двухзначная инфляция будет просто однозначна. И поэтому я практически уверен, что консенсус некий найдется, но и в целом, в общем-то, Украина в этом смысле вышла сильнее как раз вот из этого кризиса с точки зрения того, что я не верю, что нам перекроют там транши там на 5 лет, как там Аслан говорит, да, потому что фактически у нас госдолг Украины в 21 году упал с 60 до 50% ВВП за один год. И точные данные будут известны в марте, когда уже выйдет реальный ВВП, но в целом, ну, то есть у нас устойчивая позиция, в общем-то, по госдолгу, и я, в общем-то, прогнозирую вообще легкий год в Минфина, поскольку, если мы говорим по госфинансам, у нас только в январе, несмотря на такую вот, ну, кризисную такую обстановку, да, у нас доходы бюджета на 38 миллиардов больше, чем в январе 2020 года, ну, правда, тогда локдаун был год назад, поэтому тут тоже частично зарплаты, вообще плюс 24%, что меня просто удивляет, откуда такие цифры, но, в принципе, это же оплата как бы единого социального вноса, в общем-то, это показывает, что вот рост поступлений ЕСВ в месяц, ну, к месяц, к месяцу, 24% рост. То есть, соответственно, перевыполнение бюджета, то есть, более того, импорт дорогой позволяет, естественно, перевыполнять бюджет по НТС, вообще год 21-й был закрыт с профицитом по госфинансам от базового плана, который первично в 20-м году делался, на 21-й год, на 247 миллиардов гривен больше доходов государство получило, через инфляцию фактически такую, которая у нас была, но и расходов тоже, конечно, ну, то есть, тут нужно просто отметить, что в декабре 2021 года у нас просто огромнейшие траты бюджета были, закрыли, наверное, там, 350 миллиардов гривен по сводному бюджету, что фактически в 2,5-3 раза больше, чем в средний месяц, потому что в средний месяц траты бюджета всего 130 миллиардов были, примерно, там, 135, а в декабре закрыли 350 миллиардов гривен. Данил, это же наша постоянная традиция, если я не ошибаюсь, в декабре всегда все деньги... Да, но обычно там где-то в раза 2 больше, а тут практически там 2,5-3, и более того, то, что я как бы вижу, что мне кажется, что это вообще какой-то беспредел, ну, дело в том, что Верховный Радож утверждает новый план расходов. Они же в декабре переутвердили, там, увеличили смету госбюджета на 50 миллиардов, примерно, гривен, ну, и оно, в принципе, так, ну, адекватно смотрелось, там, в первую очередь, по экономике, которая, в принципе, там, ну, такие, скорее всего, требовала, но фактически, как по мне, казначейство в декабре вообще перестало соблюдать, контролировать вообще расходы, потому что вообще казначейство, ну, не может, не может давать вообще проводить платежи, которые свыше, ну, определенной сметы в бюджете, а фактически мы видим там на 56 миллиардов гривен больше, чем утвержденная смета в декабре проведена, я не знаю, каким образом это провели, то ли это с офиса президента просто так давили, и таким образом это произошло, ну, факт есть факт, что дефицит бюджета по итогам 2021 года составил аж 180 миллиардов гривен, при том, что я его ожидал, вот, ну, исходя из тех вот планов, там, около 110, примерно, и 120 миллиардов гривен, ну, вот, фактически вышло намного больше. Но, в целом, если просто смотрим вот на такую ситуацию по бюджету, то, конечно, то есть перевыполнение доходов по инфляции, в общем-то, делает, ну, Минфину опять такую простую ситуацию, то есть, что у них дефицита бюджета, скорее всего, до сентября, наверное, не будет, то есть, ну, с выплатами у нас уже вроде бы там есть подушка, нам, нам как бы пообещали, да, то есть с МВФом даже можно не драться, хотя я думаю, что они тоже будут с МВФом такие продолжать. И, соответственно, в общем-то, то есть устойчивость, как бы, ну, государства с точки зрения, там, ну, государственных финансов, ну, там, на высоком уровне, и, соответственно, это, в принципе, позволяет проводить некую, даже самостоятельно, возможно, налоговую политику. Вот это интересно, потому что без налоговой, не вспомнить налоговую политику мы не можем. Вот что, в этом году можем ожидать какую-то новую налоговую реформу? Ну, вот, я, в принципе, просто как бы вижу, что и Елена Шуляк, в принципе, об этом начала говорить, и Корниенко начал говорить, и Гитманцев тоже начал говорить, и, то есть, что такие, возможно, будет проведена налоговая реформа в этом году. Вот после 56-00, непонятно, это хорошая новость или плохая? Ну, смотрите, то есть, я не могу, в принципе, все рассказывать, но в целом в офисе президента появился новый глава по экономике, Ростислав Шурма, и он, в общем-то, видит некие там положения довольно радикальные, я их не могу озвучивать, но в целом мы под них делали расчеты, и, в принципе, имеем некую там информацию по этому поводу. То есть, есть публично озвучиваемые господином Гитманцевым тезисы, что может быть, а это, в принципе, в основном озвучивается именно реформа налогов на труд, причем здесь может быть два варианта, это либо снижение просто НДФЛ ставки, либо же вообще объединение зарплатных налогов в один, это военный сбор, ЕСВ и НДФЛ объединить в один налог. В принципе, я видел законопроект Гитманцева, он еще не зарегистрирован, но, в принципе, я его видел еще давно, скажем так, полгода назад, поскольку первичная версия этого законопроекта была передана мне, скажем так, еще полгода назад, и она предполагала объединение зарплатных налогов по ставке 30% и того, чтобы НДФЛ остался только 30%, убрать единый социальный взнос и военный сбор, а потом постепенное снижение ее раз в год на 1% до 25% в течение 5 лет. То есть это вот такой базовый план от слуг, в принципе, который может быть. Я уже вижу, что на прошлой неделе Голос зарегистрировал подобный законопроект, который предполагает объединение зарплатных налогов и по ставке 29%, а потом снижение его, по-моему, даже до 20% в течение трех лет, там на 3% уменьшаю раз в год. Вижу сейчас уже, в принципе, за майбутние, тоже собирается зарегистрировать законопроект по временному снижению ставки НДС до нуля по продуктам. Ну, то есть вот просто Польша сейчас как раз яркий, действительно, пример, что Польша, в принципе, как раз снизила, в общем-то, цены на продукты до нуля, на газ там, по-моему, 5%, если я не ошибаюсь, или тоже 0% и топлива, по-моему, 5%. Ну, то есть, в принципе, они существенно уменьшили стоимость своих инфляционных товаров, которые, в принципе, приводят к инфляции. Они, в принципе, как раз хотят этим заморозить инфляцию. Я, в принципе, со своей стороны, как бы, вижу, что, в принципе, Украина тоже могла бы такие вещи применить. Ну, но, конечно, у нас все налоговые реформы, к сожалению, без ложки дегтя, да, не обходятся. Потому что, ну, вот в том законопроекте, который Гетманцева по объединению там зарплатных налогов и снижению там общей налоговой нагрузки на труд, ну, то есть, я там не видел никаких поползновений на ФОПов. И вообще, вот запрет, ну, то есть, озвученное там господином Гетманцевым мнение, что ФОПам запретят работать с юридическими лицами, мне кажется, что это какая-то новая идея его. И она просто, мне кажется, не лезет ни в одни ворот. Потому что, ну, если господин Гетманцев считает, что у нас либо мы все должны быть в колхозе, либо выехать за границу, то, ну, у него какое-то странное мнение вообще на рынок труда. Потому что, ну, вообще, развитие рынка труда предполагает ее гораздо-гораз большую гибкость. То есть, когда какие-то конкретные там услуги или там какие-то вот специализированные вещи, они не требуют постоянного там набора в штат. Тебе нужно какую-то конкретную услугу получить от каких-то профессионалов, у тебя нету таких специалистов. И, соответственно, как раз вот малый бизнес, как раз вот и ФОПы, да, закрывали, закрывают как раз в текущий момент эти вещи. И, соответственно, ну, то есть, я вот такую инициативу вижу, как вот просто вот какое-то там стремление убить средний класс в Украине вообще просто-напросто. И, то есть, это очень крайне негативно просто по сути. Я все-таки надеюсь, что слуги к этому не придут или подобные нормы не будут проголосованы в парламенте. Данил, ну, и еще один вот, идея еще одного налога, это налог с домохозяйств, и в чем смысл вообще этого? Да, давайте, да, просто, в принципе, там же Галина Гдотякова, в принципе, зарегистрировала по домохозяйствам. Но, в целом, вообще идея, как бы, то, что вот сейчас крутится в публичном поле, это так называемый перевод налогообложения на возможность платить налоги домохозяйствами. Я, в принципе, специально изучал эту тему, то есть, такое работает, в принципе, в основном в США, но я попробую объяснить на пальцах, как это вообще работает в США, и почему это хорошо в США, и почему, в принципе, у нас это, ну, в общем-то, не будет иметь никакого практически эффекта. Дело в том, что в США прогрессивная ставка по налогообложению доходов. Чем меньше у тебя доход, тем меньше ставка. То есть, они стартуют со ставки где-то примерно 10%, и при доходе примерно там 30 тысяч долларов у них в год, да, в год, да. То есть, и она поднимается там для самых высоких доходов, она там, по-моему, 37%, если я не ошибаюсь. Но, если у тебя оба работают, ну, то есть, то понятное дело, что они как бы работают в, ну, каждый свою там ставку получил и так далее. Если же в домохозяйстве работает только один человек, то по законодательству США ты можешь иметь доход в два раза больше, например, там, ты получаешь 40 тысяч долларов в год, а если ты, допустим, получил 80 тысяч в год, ты будешь налогоблагаться как по ставке, как 40 тысяч в год, она будет меньше. Ну, чтобы эти деньги распространялись на членов семьи. Да, да, да. Которые не работают, они могут сами себе объяснить. Да, да, да. И, соответственно, это позволяет, как бы, подавая декларацию на уровне домохозяйства, просто экономить на налогах и получать вычеты. То есть, ты заплатил сначала со своей ставки там, ну, высокий, скажем так, налог, а потом ты как бы подал декларацию по домохозяйству, и тебе государство, видя то, что ты, допустим, у тебя там есть неработающий, например, один член домохозяйства, да, то он тебе просто позволяет вычесть, в общем-то, получить вычет назад своих денег. Но, я думаю, что вот это все работает только при, скажем так, прогрессивной ставке. То есть, чем больше налог, чем больше доход, тем... Если же у нас, ну, фиксированная ставка 18, там, процентов, да, сейчас МДФЛ, или будет там фиксированная ставка 30, процентов МДФЛ, то все равно, на самом деле, ну, ты подаешь от домохозяйства, или подаешь от частников, у тебя будет налог одинаковый. Поэтому, в данном случае, ну, у нас это не сработает, ну, то есть, у тебя нету преимуществ, в общем-то, вообще никаких. И поэтому, ну, вот, я для себя как бы решил, что, если мы не запускаем прогрессивную ставку налогообложения, а пока об этом никто не говорит, в общем-то, да, то есть, мы как бы ушли в плоскую ставку уже давно, еще там, в начале 2000-х годов, да, и, соответственно, ну, то есть, эффекта от этого, в общем-то, не будет. Но посмотрим, как, в общем-то, будет развиваться ситуация, потому что, судя по всему, как бы, слуги вроде как хотят подобный, как бы, режим ввести. Ну, Даниил, складывается у меня такое впечатление, что разные члены правящей партии, так или иначе, инициируют несколько разные налоговые реформы, налоговые изменения, что-то идет из офиса, что-то идет из парламента. И в этом смысле непонятно, вот, вы видите какое-то целостное понимание, куда движется, там, скажем, правящая партия и президент вот в отношении налогового законодательства? Или это все равно какие-то ситуативные понимания, разорванные до конца, не оформленные? Ну, давайте я, наверное, я думаю, что в любом случае, в любом случае решение будет принимать президент. Я думаю, что он видит негативный фон от текущих реформ. Он понимает, что, ну, выборы уже практически там, если это 2024 год, а если будут предложены изменения, это будет только работа с 2023 года, то есть фактически уже под выборы, то, соответственно, ну, оставлять, как бы, текущее, текущее, скажем так, там, 5600, 1210 и прочее, закручивание гаек и ухудшение, скажем так, климата, ну, крайне негативно, там, вообще, там, для восприятия, вообще, 5 лет конденции Зеленского, да, поэтому, ну, мне так кажется, что власть, наверное, все-таки готова будет пойти на некие изменения, но я для себя, ну, очевидно, вижу так ситуацию, что Минфин, он просто, ну, против всего, любых изменений, да, то есть Гитманцев, ну, в принципе, я так думаю, что он готов слушать, ну, высказывать свои мнения, и, в принципе, скорее всего, готов на некую либерализацию, которая будет согласована сверху, скорее всего, да, хотя, естественно, он будет какие-то свои замечания по этому поводу высказывать, и это, ну, ну, и, ну, просто, если раньше, ну, вот, в офисе президента замами были, там, Ковалев и Свириденко, да, которые, вот сейчас, министр экономики, то есть, мне кажется, что они не имели своего, как бы, мнения или своей позиции, и, соответственно, все диктовалось Гитманцевым и Марченко, да, там, экономическая политика, то все-таки сейчас посмотрим, насколько, там, Ростиславу Шурме удастся какое-то свое видение продвинуть или, там, доказать, там, президенту о, там, мерах, которые могут все-таки каким-то образом повлиять на бизнес-климат, вот, потому что в конечном итоге, ну, президент же давал такое вот обещание вернуть людей домой, да, а мы же видим, ну, тенденции... Я имею в виду Зарабетчан. Да, Зарабетчан, вот это одно из, в принципе, его предвыборных обещаний было, а мы же видим как раз тенденция, к сожалению, ну, глубоко отрицательная в данном... С чего мы начинали? С количества поступлений, да? Да, и, соответственно, ну, тут уже явно очевидно, что оно не может быть достигнуто при продолжении текущей политики. Более того, вот, я же говорю, что вот то, что я вот сегодня озвучил по малому бизнесу, скорее наоборот, вот, будет способствовать еще большему, как бы, отъезду с учетом, вот, текущих, как бы, ну, ситуационных мер, либо опять приведению, ну, то есть, практически, там, малому бизнесу придется там тоже поднимать цены на свои услуги, ну, и это все, в принципе, генерирует инфляцию и так далее. Поэтому, ну, я в целом не верю, честно говоря, в радикальные шаги, видя, потому что у нас, ну, кстати, вот то, что, возможно, положительное, то, что на этой неделе появилось, это то, что пенсии будут проиндексированы, скорее всего, на 14% в марте. Это, по моей, ну, по моей оценке, потребует еще дополнительных, примерно, 25-30 миллиардов гривен в бюджете. В целом, деньги, я считаю, что будут с учетом инфляционного, в принципе, развития и перевыполнения планов бюджета, но, в общем-то, это позволяет немножко сбить вот этот вот, ну, очень плохую ситуацию, как бы, вот с инфляцией, потому что, ну, потому что в базовом плане пенсионные выплаты были, ну, фактически будут, ну, то, что вот закладывалось в бюджет, они всего лишь будут повышены на 8%, а инфляция 10%, сейчас еще, ну, ожидаемая тоже 10%, да, то есть, и, соответственно, мы же все понимаем, что вот малообеспеченные слои, они, в принципе, все, не то, что под угрозой, они ощущают ухудшение ситуации своей, и, соответственно, вот индексация там на уровне 13-14%, оно, в общем-то, позволяет в некой степени хотя бы, ну, выровнять эту ситуацию, ну, или, по крайней мере, говорить, что, ну, то есть, вот официальная инфляция 10%, да, то есть, мы вам добавили 14%, то есть, это плюс, да, то есть, это плюс, и поэтому, ну, в этом смысле, просто вот такие меры по наращиванию госрасходов, которые связаны с инфляцией, не будут позволять иметь резервы на налоговую реформу, поэтому я для себя, ну, не вижу, как бы, радикальной реформы, но я все-таки надеюсь, что какое-то улучшение бизнес-климата все-таки слуги внесут, ну, законопроект, который позволит улучшить бизнес-климат, тем более, что с учетом, ну, тех вот законопроектов, типа, от Голоса, там, за Майбутни, то есть, они уже, в принципе, некий консенсус или голоса под это, я уверен, они смогут найти вопрос, вопрос в том, ну, насколько смогут, там, убедить президента, или президент сам, как бы, готов, насколько там министр финансов тоже все-таки согласится с этими мерами, и, ну, будем надеяться все-таки на лучшее. Даниил Монин был сегодня у нас в прямом эфире, за что мы ему страшно благодарны. Даниил, спасибо вам огромное, были очень рады видеть, как всегда. Спасибо. И, конечно, мы, представители вам, наши спонсоры на платформе Патреон, нашему другому партнеру, медицинскому центру Кризма и спонсору канала торговой марки Гитман. Оставайтесь с нами, это был Укрлайфти.